Музыка 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 или 3,6 где-то. Нет, а больше, мне кажется, там был черный. Ну да, да, как говорится. Ну, короче, вот это первое основе еще было. 3,4. Кто вот это еще помнит? Кто использовал? Давно это было. Ну да. Потом вот какие всякие появились. И на самом деле раньше, еще когда-нибудь в кастомных типах записей, мы все думали, что в WordPress есть записи, есть страницы, ну и все. Ну, ладно, есть еще комментарии, юзеры. Ну, это уже позже сознание пришло. И я даже иногда верстал, вот, так сказать, нехватку кастомных типов записей. Я компенсировал тем, что я каждую категорию, ну, листинка, архив каждой категории, верстал по-разному, типа это кастом пост-тайп. Если бы я говорил заказчику, вот если у вас новость, вот вы имеете категорию новости, тогда она попадет туда. Если вот у вас товар, то вы имеете вот категорию товара, и она попадет в другое место. Конечно, дичь и жуть. То есть, если это эксономии, то они должны различаться именно на уровне контента, а не на уровне какой-то логической, но не на уровне логики. И вот такой подход, он чем плох? Ну, кроме того, что он жутко нелогичен, нелег, он плох тем, что любому заказчику приходилось консультироваться с разработчиком постоянно, или на телефоне, или как-то еще раз. То есть, большинству людей, которые мы делали сайты, там, их небольших компаний, каких-то там по логистике, там, базам отдыха, или чего-то еще, было это все непонятно. То есть, в любом случае, никаких изменений сами на сайте не были готовы сами внести. И из-за этого они и платили, и старались платить меньше, потому что потом все равно надо было постоянные консультации, как-то тоже в лучшем случае оплачивать, куча мне, и так далее. И нельзя просто сказать, ну, я вам разрабатываю уникальное решение, которое вам позволит самим просто все делать, ваша секретарша будет обновлять компьютеропродукт. Вот. Хотя, да, даже в магазине тоже на WordPress можно любые сделать, ну, просто потому что, какая разница, чего вы будете хранить в базе данных, ну, о минусах и плюсах я чуть позже поговорю, но да, всякое встречалось. И в обмирке уже хотя бы было какое-то разделение. То есть, вот этот старый WooCommerce, тоже были вот вкладочки, в которых все поля были разделены, там, размер. Я никогда в них не разбирался. SKU, но там какие-то тонкости с товарами, как они потом будут окружаться, растамаживаться и так далее. Это все есть с коробкой WooCommerce, но я так никогда не разобрался. Даже форумы были, ну, и есть на WordPress. Вот WordPress – это автоматиков лагинга, который расширяет от прессовских национал до форума. И, кстати, вот WordPress, он обходится, в отличие от WooCommerce. То есть, WooCommerce немного своих таблиц добавляет. У вас в данных, которые с префисом WooCommerce были. Вот WordPress, я не знаю, может, меня кто-то поправит, в принципе, вы перебиваете меня, если я что-то околесицу несу. Что-то околесица какая-то, да. Спасибо, что ты загнался. Вот WooCommerce, он умудряется средствами WordPress обычными в базу данных все уменьшать. В WooCommerce и так далее. Вот такие стандартные механизмы всегда были для управляющих контента. Записи и страницы, как сонами. И позже мы поймем, что записи и страницы, по сути, это все равно все записи. Это одно и то же. И мы дали их записи на странице, когда делим, чтобы в этом месте сохраниться. Настройки и пользы. Вот такие четыре крупные группы контента были. Еще были ссылки раньше. Кто-то и не пишет. Что за ссылку? Там прям был пункт, где нет ссылки. Можно блогровые. Можно блогровые. Можно блогровые. Ну, блогровые ссылки. Да, сайдбай. Это когда-то просто все блоги, ну, типа, вот наши ссылки тут-то, ссылки наших парков. И просто это настолько много было в интернете еще во времена. Вот, с FaceTime. Верните мой, 2007-й. Вот. И это тогда было. И вот это выделили, за счет отдельный таблиц. Это функционал деприкетит, но можно вернуть с помощью плагина типа 1x менеджера или типа того. Он прям возвращает, как это все было еще тогда. Стандарты, как с Адмии тогда были. И начиная с... Символ, принципе, и PHP. И потом добавили, опять же, с версии WordPress 1.5 шаблоны страниц, в которых мы могли разделять именно поверстки. Это страница с сайдбаром, это там full-width страница и так далее. Это все там по слагам разделяется. И тут у меня написано, здесь показать WP. Айр... 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 Как это правильно считается? Хайр... Хайр... Вот, не рада. Короче говоря, есть вот такой сайт. Ничего не видно. Но вы просто представьте, что... Че это? Здесь нам рассказывают кинокричные контенты по каким-то ичищным шаблонам в WordPress можно хранить, упорядочивать. И да, это все, кстати, интерактивно на этом сайте. Здесь при наведении можно, ну, короче говоря, понажимать на странице, соответствующей либо в кодексе, либо на developer.vlogspot.org. В том числе здесь даже самые последние изменения есть. Вот здесь, например, у кастомных типов записей тоже теперь еще вон, начинается версия WP4.7. Так что вот этот сайт WP.ar... Хайр... Хайр... В кодексе тоже есть интерактивно. Только интерактивно. Да, да. Тут прям целый сайтетский подадок. Алиокуды и руты, и здесь интерактивно. Вот, а тут еще статью потом написали. Вот 23 мая 17-го, вы-то не знали, наверное, а тут теперь про это еще пояснение есть какое-то. Хотя на самом деле даже особо не нуждаются в пояснении, мы это не видим. Продолжим. Так, потом появились... Ну, WordPress общность, понятно, были с самого начала. Такие вещи типа названия, URL и так далее. Потом добавили сеттинг с API, который позволял именно в админке страницами это все упорядочивать. Ну, если вы прям глубоко уже вникали во времена WordPress 2.7 в ядро, то можно было это все уже разделять. Потом добавили кастомайзер 3.4, который, я считаю, немножко предвзятостью, не нравится мне. Вообще, я считаю, он не очень нужен в WordPress. То есть, если уже и писать какие-то такие фронтендовые, прогрессивные приложения, то пусть они будут отдельно, а WordPress отдельно, на бэкэнде только крутится, и по WordPress API это все отдает и управляется уже с другого там, или React, или Angular, или Vue приложения, но пусть оно не здесь же хранится. Кстати, кастомайзеры, он на бэкбоуле написан сейчас, и они же ведут переговоры о том, на чем его переписать, да? Среди трех вот этих вот фреймвортов, которые я упомянул. Ну да, по-моему, React и Vue они сейчас уходят. Или уже приняли решение о чем React. Не знаю, я помню. Да, просто React. Кастомные поля это то, ну не эта информация, которую мы можем записям, страницам оставлять, типа там. Я скажу, что-то раз... Ну, количество просмотров, кстати, плавин, который, page counts, который я у тебя сайт скачал класс. Page views, да, он прям хороший. Кастомные типы постов WordPress кринор. Об этом я сейчас обо всем поговорю, потому что это надо показывать на таблицах здесь у меня. Кастомные, это если не минимум, ты говоришь, два и три, можно свои. По умолчанию были только категории, ну то есть рубрики и теги, а сейчас уже можно любые свои сделать. И в принципе, вот чтобы вы понимали, весь контент, когда вы готовились только еще сайты, его нужно просто настроиться и подать или как угодно написать. Здесь у нас будут новости, вот здесь у нас будет одна новость, у нее будет какой-то набор параметров, практически объектно ориентированных программирований. Какие-то свойства, какие-то методы. И они либо от одного наследуются. Новости и статьи это в принципе почти одно и то же, свойства у них имеют одинаковые, но просто выбор будет разный, поэтому их проще разделить. И так далее. Почему все так? То есть, если говорить вообще о WordPress-ских минусах, то на мой взгляд, единственный минус WordPress-а это вот эта вот структура данных, которая вот такая осталась, и честно, теперь сделать нельзя. я имею в виду таблицу вппостс, и если здесь вот мелко не видно, есть постс, постметар, комментс, комментметар, термс, термметар, юзерс, юзерс метар, то есть вот эти все лазим в стоп. Первая, короче, половина слева, это практически одинаковые таблицы, которые только различаются названием, но суть примерно одна. Есть впообщенс, вот, кстати, вплинусы все еще есть, которые касаются ссылок, но... Они его не могут удалить, получается, сейчас из-за обратной ссылки. Ну, да, да, то есть это все, это теперь проблема, что очень много вещей, лево себе вставость, ничего с этим доделать нельзя, потому что вот таблица вппостс, из-за того, что все в вопросе посты, если это какой-то очень нагруженный сайт, журнал с магазином и со всем, то получается у меня в магазине 25 тысяч товаров, две тысячи статей накопилось, там еще новости и так далее, оно все хранится в одной таблице, и даже если оно все супер заиндексировано, все равно возникают проблемы с доступом, в чём? В чём? В чём? В чём? В чём в казино, говорится, проблемы с доступом. Вы знаешь, что интересно, как гена относится к кастомайзеру, просто чисто? Я нефант меньше, я вообще это не пробую, я в терминале живу, 95%... А, ты не знаешь, что в WordPress просто у тебя терминал, у тебя терминал, у тебя за 5% без запахи, все равно, ничего, я кастомайзер, потому что один раз заходил, за всю жизнь, но он не ухлужий какой-то страны, и когда он обновляется, каждый раз так, теперь кастомайзер можно не на 400 пикси, а на 600 пикси, вау, я даже достойно, ну вот, в общем, прям, скоро можно будет видеть, а уже есть, опять же, чат-планг, которые собираются в ядро закинуть, где можно двигать, отодвигать, выключать и так далее, вот так, то, чего не хватало, здесь у меня слайд-демо, на котором надо показать, как это всё вообще, примерно выглядит, по умолчанию, всё, о чём я сейчас сказал, кастомные типы записи, и так далее, для того, чтобы всё структурировать, можно было в ходе, как-то, по-разному, показывать, и, сейчас мы вернемся, вот сюда, да, вот сюда, вот, вот, например, у нас на югдизайне.фур, вот столько разных типов записи, видео, жилье денег, книги, отзывы, баннеры, кстати, даже, например, плагин, контакт, форма сеть, который нам позволяет, какие-то формы на фронтене размещать, которые будут либо отправлять, либо подписываться, и так далее, они всё равно сделаны с помощью кастомных типов записей, что в WordPress и всё, это запись, и это, ну, это видно, если мы нарягём, например, на контракт с том сектором, вот здесь ссылка будет, то же самое, edit.php, post type, vpc, 7, чуть-чуть того, ну, то есть, оно, оно всё здесь хранится, и ничего с этим нельзя сделать, конкретно в ходе здесь, на ювдизайн, это вот так вот, я не буду сильно кодом нагружать, но, оно чуть-чуть нагружу, то есть, вот, указывается здесь, что вот, если какой-то post type, вот такие-то лейты у него будут, description, всё погнали, после того, как этот код отработал, это у меня отдельно флайдинг выделено, всё появляется в админике, непосредственно здесь, но, но, всегда нужно воспользоваться другими плагинами, типа там, custom post type UI, вот он здесь, на другом демо сайте, на котором нужно просто это создавать мыши, но, опять же, с учётом того, что Монгена рассказал, что в vpcli можно делать эвал, и так далее, хотя даже эвал нам надо делать, и написал в редакторе кода весь этот код, и плагин этот код грузил, активировал, всё, это же контроль версии, да, вот здесь проконтролировать, вот конкретно post type, не проконтролировать, а плагин, которому мы будем чуточить, это 20-castle field, там они добавили json штуковина, что прямо в теме хранятся эти поля, и они в json, в теме хранятся, в папке acr json, и если ты тему обновил, и в ней были обновлены какие-то поля, то он подгрузил новые поля, они везде обновились, но вот это, да, вот это никак не проконтролирует, здесь есть, конечно, импорт-экспорт, то есть tools, но это ты должен контролировать сам, если ты забыл, что-то импортнуть или экспортнуть, это твои проблемы, ничего не получится, это просто, так что вот, а advanced custom fields pro, например, опять же здесь, вот, группу полей, даже, вот плагин, который позволяет управлять полями, с контентом, и так далее, это все равно реализовано на custom post type, то есть мы опять же можем смотреть, post type ACF field group, здесь вот такой ссылки, и вот оно так реализовано, но абсолютно любые поля, как в полкоммерсе это сделано, либо цена, размер футбола, цвет и так далее, все это нужно здесь добавить, и все это нужно констанализировать, и для вашего заказчика это будет уже понятно, то есть вот если есть, допустим, у нас здесь видео, вот я здесь нажал изменить, вот у нас сверху, прям просто большой поле, поля для видео ссылка на видео, все, заказчику, и даже пояснение, что там, разместите ссылку, которая будет добавлена в видео, все, размещается ссылка, потом на фронтенде, это уже просто берется как поле из базы, и выкулируется, мне абсолютно не надо никакой, вот такой хреновины, типа здесь отдельного дива, хранить в контенте, в сериализованном каком-то виде, потому что, а зачем, пусть оно хранится одной, строкой, здесь выглядит одной строкой, потом шоплодник уводится, и это все будет очень аккуратно, и здорово. Спросите в комментариях, я один не понимаю, зачем делать магазин на АВП? Ну бывает, просто, вот что-то связает, какой-то уже существующий сайт, с новым магазином, который есть, весом не такой нагруженный, ну на самом деле, а почему нет? Дальше чувак, начали завообщаться, всякие бывают, ну, и он приходил на то, что я сказал, что касается того, как это все в шаблонах показывать, существует классный бэк-вэй, то есть я покажу слайд с надписью бэк-вэй и сразу его закрошу, там у меня написано, чем показать бэк-вэй. Кстати, у нас кастерфилдс, я не рекламирую, просто, просто нравится, хорошая бэк-вэй. У нас на e-week-дизайн-канале есть пять роликов, в которых я рассказываю, что им можно делать, как бы, даже есть полиция, любой, любые поля для постов, для всего, можно с помощью вот этого плагина классифицировать, уложить и сделать приятным для вашего заказчика, все будет, ну, подписано, он без труда сможет выбрать там цвет, у него сразу на сайте, где там сменится основной цвет, если у вас от этого что-то зависит, поэтому сразу видно, что дизайнер страницу делал, что там цвет, который в минке совпадает с этой заголовкой, цветом подошли. Я думаю, они проконтролировали, потому что целая команда, поэтому, да, ну, вообще, сразу видно, что дизайнер, очень натальненький, белый, серый, 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 темно-серый, да. Да, это дизайнер, дизайнер. Кабычки. Вот, у них есть в Pro-версии еще такая феномен, как options page, есть страницы с настройками, и вот это вот уже нельзя, переоценить, потому что это удобный интерфейс для работы именно с settings API, то есть мы можем страницу с настройками, вот здесь в лабинке, вот в это большое линию, в любую подстраницу запихать, и это будут, условно говоря, кастом-филды только для всего сайта, ну, то есть в таблице в ВП, в общем-то, будут храниться, можно к ним также получить доступ, и это тоже будет удобно для вашего заказчика, туда можно вынести такие вещи, как текст в футере, изображение из хедера, надпись, которая будет в баннере, в сайтбаре, на всем сайте, то есть такие вещи, которые вам в контенте не надо в каждом конкретном посте хранить, а нужно один раз для всего сайта куда-то положить, и иметь возможность изменить, чтобы не заявить, а лопопроектнее, чтобы кнопка была там, не акция в июле, а акция в августе, вот теперь можно ответить сам по проекту, ты же не денег дал за то, что я здесь сделал, удобно, вот, да, что касается в пакуэре, я про него начал говорить, чтобы все вот эти вот, таксономии, если что-то перечислило, кастомные поля, кастомные типа записи, чтобы как-то это все выводить в шаблон, здесь класс в пакуэре, ну, по сути, это просто пичпичная, легкая для доступа к базу данных, но неплохая, то есть тут гигантское количество разных параметров, не буду их все перечислять, почти все можно там запросить, то есть там даже с датами более-менее удобно работать, то есть можно запросить там, все, что позже, там такого-то числа, и он с полем дата будет нормально, если там тип указать, и так далее, здесь надо мне опять пичпич, все равно немножко, так, так, да, просто немного здесь есть вещей, вот, например, есть штаб, ну, короче говоря, вот, допустим, кейс, пичпичник, в котором собирается, если мы находимся там-то, там-то или там-то, то вот такой пакуэре аргумент, то есть пост тип тикет, минус один, это количество постов от страницы все выводить, и можно все запросить, либо таксономии, либо по полю, либо так далее, то есть вот, допустим, тикет архив, если архивные заявки какие-то равны труб, то показать их здесь в серии, какие-то, никаких нет с этим проблем, можно даже аяксово работать через dpqa, то есть он прилетает через, вот тут идет, пост массив какой-то прилетает, мы решим, вот это возьми из поста, вот, прям, пост дэй, что прилетело, и если прилетело такое, то подставь аргумент term slide, вот туда, таксономийный запрос, и выведи новые, вот такие, то есть, это все очень легко и просто, если мы, если мы программисты, и потом для клиента это вообще не составит никакого труда, отобразить любое количество информации, даже вот такие большие журнальные сайты, о которых я говорил в самом начале, сейчас такой тренд есть, REST API, не только в мире WordPress, вообще не есть, потому что мы можем поделить, ну, все наши ресурсы, там, на микросервисы, или, ну, просто на несколько сервисов, здесь у нас только backend крутится, отдает, он может быть на чем угодно, там, на Node.js с экспрессом, может быть, там, на PHP, ларерене, а потом из него уже, ну, и на WordPress, опять же, раз мы о нем сегодня говорим, есть уже реализация, причем она уже есть даже к GDH, сейчас покажу, как это работает, ну, я покажу, что выводится, я не буду писать фронтендное приложение, которое будет в Barsec и выводить, вот, а на другом сервисе у нас крутится именно приложение, которое это все выводит, либо это какая-то кастомная админка, кастомный сайт с аналитикой, который к четырем WordPress подключается, и для, допустим, есть у вас какой-то клиент, который, у каждого подфирма WordPress сайт, и вот вы ему сделали кастомную админку, которая по REST API запрашивает у всех четырех сайтов положение дел, где какие менеджеры заходили, какие они посты добавляли, сколько заявок они обработали, и он приснил ему там график как из D3.js, нам показывает приложение, да, что еще есть? Мобильное приложение. Мобильное приложение, да, опять же, на реактные, как станутик, сделать что-то. А сколько вообще нам безопасно, наоборот, это? Ну, насколько я помню, что-то на Netsch 3.7 там какие-то проблемы, что можно было на контент менять, к примеру. Было. Было. Из-за того, что они все делаются попутно, они закрыли почти сразу конкретно именно уязвимость. Но из-за того, что это все делается не разово, а вот от REST API мы, по-моему, с 4.4 начинали по кускам внедрять, сначала чтение, потом чтение еще и не только постс, теперь добавили возможность шлаггин-мейкера тоже, ну, кастомизировать и своих слоев какой-то контента отдавать через разные слэш-нипосты, слэш-что-то другое. короче говоря, вот версии через где можно только использовать. Это же 4.7 мы включили полностью в 4.6, потому что ты видишь, они там ни разу не делали, а по-моему, как раз в какой-то 4.7, по-моему, включили сразу большой кусок, который Джо Хоилл, который Сьюмин Мэйт, контрибьютор для REST API мы делали, там за три ночи все это писали и вот все вместе. Влазь, да, да. И поэтому там с чем-то пропустилось спокойно. Поэтому прям вот что-то на каких-то очень закрытых вещах лучше нет, а так можно, короче, на свой страх и риск всякое пробовать. Я в Firefox открою, опять же, вот с вот у меня. Вот с его дизайном, джильцом тут точно можно вот так вымазить. Просто носить постов ноль, один и так далее. Потом в JSON просто пуплевывается, как мы придумали с любым API работать. Какой-то Google Maps ходит и вот теперь uredesign.ru все это все это. Но тут опять же, по умолчанию только то, что есть в WordPress. Теги, категории, дата, автор, ссылка и так далее. То есть, вот, допустим, есть у нас видео, вот этот вот видео URL, который мы добавляем как кастомное поле. Чтобы его вот здесь тоже выводить, надо пописать чуть-чуть. Не сразу оно есть. Хотя, опять же, теперь, по-моему, в 20-карском филсе просто гаучинг. Пусть это поле участвует в WP-RSTP и будет участвовать. Так, ну и последнее, о чем хотел сказать, это прям надео, вот, Gutenberg, который сейчас вводит как фичер плагер. Ну, то есть, в ядре его еще нет, по-моему, 800 сайтов сейчас используют это у себя. Но версия 0.3.0 сейчас есть, я покажу она у меня на демо-сайте есть, и в этом веке, который, самый главный, он хочет, что в 100 тысяч сайтах, вот, когда будет на Gutenberg, тогда включи на гидро. Я посмотрел, какая-то хреновая она такая. Я объясню, почему, это не белословная длина, я даже в PHP моей длине покажу, почему. Вот, как бы, тренд неплохой, то есть, это, чтобы вы понимали, это фронтеновый ряда. То есть, это вы заходите и, прямо как на медиуме, вот на этот параграф в туре, а вот это не параграф теперь, а с иголого, H2, кнопочку нажали, он, оп, сразу здесь, прям, сверстный поменялся. А вот эту картинку теперь не по центру, а вот так решили нашу страницу. И оно вроде как бы работает, все можно там, ну, в общем, от тайной MCE, вот этого визуального редактора, конечно, отличается кардинально, но так как оно хранится в базе данных, лучше не хранилось никак. Сейчас покажу. Вот. Это нет, это лучше всего, это визуально, в общем, вот, есть у нас вот этот бутенбергный пост, Welcome to the Gutenberg Editor, и все хранится в пост контейнере. Сейчас я закринцевал. Здесь, как в самом начале, мы делали, прям с плацами, вот так оно и тут хранится. Оно, конечно, хранится, ну, не просто в виде, там, есть имейтегов, это не видно, сейчас попробуем. Там, конечно, с помощью вот таких вот псевдотегов и комментариев, типа, вот это видишь вот такая ссылка, вот так, потом, когда это выводится, это все распарсивается, вот, комментарий, и выводится уже с верст. Но это, конечно, жутко, потому что это медленно, и не совсем понятно, зачем, сейчас я на новом хостере вам покажу, вот так, ну, вот это демо, да, сейчас, ну, штатим, это новая, ну, не новая, крайне стандартная демо, в эти, салонти, и, вот он, тут инверк здесь есть, демо, то есть тут все прям красиво, прям все как на медием, мы выводим, даже параллаксис коробки есть сразу, и достаточно плавно работает, вот, каждый параграф мы можем сделать, там, слева, по центру, и так далее, тут дополнительно мы можем, вот, добавлять разные блоки, оно показывает последние, какие мы добавляли, и вот здесь весь список блогов, вот, почти все еще есть в визуальном редакторе, да, и, 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 версии 0.3.0 они добавили, в 0.2.0 не было вообще почти ничего, в 0.3.0 уже, даже разделители, там, сепаратно сделали, и батные кнопочки, там есть, и, сразу же, сколько выяснили, я выбираю кнопку, вот, красиво, ну, прям, не поспоришь, но, вот, если посмотреть, более, вот так, сейчас я вот вспомню, теперь как это, на этом, смотри, самих фронтенеров, и, по прямой, есть, там, а, нет, я, все, 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 короче, визит он долго, прямо, когда я на него нажму, сейчас, вот, записи, и, и, ну, не важно, вот, просто, просто, в списке постов, если нажать на 9, вот, смотрите, сколько он, это распарсит, это на локалке, чтобы уже, вот, только тогда появится, но собственно это пока супер тестовая версия но вот его в него планируют уже разослали всем плагин-рейтерам у которых больше миллиона что-либо установок приглашение типа человеке поддержку бутинга в своих лагерях но вот я думаю пока никто не спешит как собственно было в комиссию который год назад сделали и в него тоже там написали если говорить про всего и у вас все три миллиона сна ты почувствуете добавьте в комиссию поддержку метабокс не так и не добавили и как бы даже комментировать вот я думаю в бутенберг тоже не так уж скоро это все добавят поэтому вот какие-то эксперименты с вордпрессом они чреваты то есть мы уже или его принимаем с той структурой данных с той схемой данных которую я показывал на презентации или нет или мы уже пишем что это свою оберту свой пкм потому что это мое скептическое мнение может быть все будет на самом деле хорошо но да спасибо я здесь не сильно умру вообще я их так задор запустил ну прям я слышал мне понравилось знаешь что плагин-мейкеры как будто пати-мейкеры какие-то крутые еще какие-то на самом деле бородатые дамы да и чуваки которые уже сели в 10-летнюю себя я плагин-мейкер но мне вопрос какие минусы магазина почему нельзя делать на вордпрессе магазин чё за тут это можно сказать что это за решение с ними нас называют из-за того что вот все хранится в ввпппост и ввпппост мета этих таблицах все в двух а там если это много товаров если это сложные фильтры запроси то запроси другое вот если ввпквей больше трех мета квей задать он уже начинает прям медленно работать на четырех просто вешается они не поэтому если нужно какие-то крайне сложные фильтры сделать то ну лучше на какой-то там базе данных можно теперь развернуть которая очень быстро чтение выдает а там индексы можно до 64 индексов в одной коллекции сделать чтобы все прям быстро работать будет занимать 10 гигабайт база данных но зато будет прям очень быстро все опять же рендерится но вот мне для магазина я к тебе пойдем со 100 товарами прям нормально то есть как бы соточка и не больше 100 тысяч товаров это все 25 тысяч уже прям медленно вращаться у нас в компании есть такой завод наш челябинский мчл.ру там у них товаров по полторы тысячи категорий товаров в общем где-то около 80 тысяч если с кэшированием нормально поработать если не так много метод данных по этих товаров то почему бы и нет может у них опять же сайт каким-нибудь страничным кэшированием весь сохранен 100 гигабайт и он просто дает статику каждый раз и все и у них ничего не меняется и 800 тысяч товаров как добавили в 2014 так и не остались все может быть то есть это надо смотреть как у них это именно можно оптимизировать я ничего не говорю всегда можно выйти из положения найти какой-то компромисс но да сможет вот придумано у них вроде как кэширование даже не включилось там настолько много категорий мне кажется я еще преуменьшил что там 80 тысяч ворота там да это длина например труба там трубы там костяны только чего стоят и вот с разъемами постоянно работают там каждая страница ну где-то полей 10 содержит данных и допустим труба только за трубы там полторы тысячи видов труб только стены вот так вот я так скажу и вот это все летает и на трех планах еще держится все это то есть только у них свой сервер 32 ядер для супер микро то есть 400 тупо на один этот сайт выделят и и там оперативки 128 гбок тоже может для мани все работать а вообще вот в самой админке листинги быстро тоже показывается как на фронтенге или медленно вот обычно на листингах админке прям очень сильно залипает значит есть много кэширования потому что в админке нет кэширования и там это сразу вылезает все проблемы с доступностью там же может быть на плагин решено, да? там же это поисковая система эластик пресс эластик пресс называется который практически интегрируется с лукомерсом индексации с постами ну как бы там очень предиктивный вот этот поиск где очень быстро только начал что-то писать и бежевую вот здесь вот нужно GNSR под него и вот как Александр говорит там 128 гбок ну да на гибердизме на тачке отдельно разделены тут база данных тут чисто пиечки тут апатч и все и вот оно вот так собирается да ну и он кэшит какой-нибудь там ну или он просто да власть и все то есть это надо посмотреть еще какую-нибудь админскую инфраструктуру реализовывать но можно можно делать всякое просто вопрос затратности но если МЧЛ наверное они сразу на все сделаем на хайзер за 5 тысяч куда-то в Косинце на хайзер на хайзер на хайзер на немецкий по Косинце еще немецкий то есть еще ЛАК до Германии держится как-то раз ну там с Франции прибавили сейчас сейчас уже будут просить Косинцову что-то что-то и персональные да все все добавили формы свои не говорите как они не не добавь на все сайты обязательно фрикавей который просто галочка или не добавить там проще получилось что все формы в битрик все подключены а в битрик они прошарили на них закон и добавили все свои формы я согласен доказать звонок я согласен свои данные стоп сейчас надо просвещать использовать битрик ну все испаренные покажем сейчас нет у меня вопрос по по и коммерцию и оплату доступ по стану насколько я знаю есть украинский который я даже не знаю его всегда скидывают но никто не пишет какие-то отзывы и вообще он только на оплату через paypal в таком виде заточен это который через приватбанк покупает он не на этом покупает есть ли автоматизированная система открыть доступ к контенту я не знаю из готовых на 50 как бы есть WP стейк комнат про или как-то и что он позволяет за какую-то фиксированную или какая-то разовая я не помню то есть ты просто платишь денег и у тебя контент который ты закрываешь там шорткодом закрывается я не знаю не пользовался а уже gave way оплаты самописан на яндекс касса нормально легко все это делается ну да тут не надо яндекс доставки просто яндекс кассу и сам через сессию смотришь или даже через регистрацию через регистрацию еще проще тогда это просто да и хранить я не знаю в юзере хранить лучше в юзер-мехе или в кофт-мехе кто что платил а кто что наверное просто попробовать во всяком это вопрос того насколько это интересно если это интересно можно и самому не взять а где можно сайт проразить или сшлип там какой-то а вот вопрос тогда по поводу в основании рекомендации ты так думаешь куда будет двигаться разработка тем то есть какие дальше будет класс он прям он чисел в базе данных там все распределено ну я думаю что будет двигаться в пользу просто фронтендовых приложений активной реакции ну а вот эта вот база тем каковых которые там с репозиторием не знаю следишь не за тем что они делают с то что они сейчас изменили реквизиторий плагинов и деньги ну то есть вот эта тема никуда будут поддерживать бутенверт и будут работать то есть я думаю они будут им придется поддерживать это все но опять много же поркается из underscore s если там сделают поддержку а я столько сделаю потому что ну как бы это так сказать самим себя поддерживать то да они будут это поддерживать но это все равно все прочее многие начали становятся темы которые просто обычно по крайней мере я в своей практике в какой-то момент от этого отошел и проще быстрее свое написать например я использую дженетис платную тему дженетис проектов на ней раскидать все намного быстрее и проще и опять же она еще оптимизирована классно там столько всего под капотом там интересные те кто игроки хоть в какие-то более-менее высоконагруженные сайты крупные они не будут пользоваться этой репозиторией стандарт они на других площадках будут покупать на TeamForest или уже писать что-то прям очень кастомное на фрилансерской бирже постоянно есть заказ вот дженетис фреймворк надо допилить ту страницу эту если нам понравится будете вообще нам всегда все допили это первый флаж заказчиков тем не менее таких предложений очень много нет если там и тут заплатят и скорее наоборот что сейчас у нас фиксированы за 400 долларов а потом если что будет почасовая оплата то есть они бывают где и в первом предложении уже лежат и потом просто сливаются и все а бывает где и поначалу нормальные и потом если ну и я думаю что будут прогрессивные веб-приложения если вот этому тренду ответит нормально ну через реста то будет жить еще очень долго как раз что-то на бэкэнде крутится ну кроме вот таких х-кейсов когда реально все в одной таблице в этой веб-приложении доступа сильно за трех днем как-то вот ну отдается а так-то выкарится я думаю вот так вот но это вот мое мнение после вот сколько вы меня честь практики ну не претендуем на то чтобы по пророкам загадать потому что все равно вот говорить сейчас мы думали век надо сделать все равно же так сказать административные ресурсы то есть говорят и будут делать и все равно хоть как-то да это ну останется след такой это ну не так как если бы там вот мы здесь собрались давайте вот иной и сколько бы она не была очень классная и хорошая если бы мы не говорили кучу денег рекламу то и она бы не выстрелила поэтому тут вот все равно это было просто вот как сложится как со спиннером выстрелили да со спиннером да вот как сделать так чтобы гарантированно сфиннером у тебя получился на веб-прессе на веб-приложении в сторону веб-приложений не все прошло я сейчас к примеру ну систему управления рекламой у меня есть в общем где-то 11 сайтов и там куча всякой рекламы то есть там есть к примеру сейчас заблокировали на Украине рекламу Яндреса там переводится ну там есть мобильная реклама дизера и всего прочего можно как-то по REST API эту рекламу обновлять на 11 сайтах независимо вообще ну независимо друг от друга ну да ну конечно на каждый сайт отдельный нет понятно и и то есть по REST API можно даже как-то как-то разкидать и все не сделать ну я сейчас сделал вроде какие-то апдейтные запросы то есть не на чтение а именно на то чтобы что-то дать дату и автора то отвалится exception code и так далее ну и когда допили точно будет можно для этого его и делать а вот насколько это будет сейчас завтра и послезавтра это не знаю это нужно на WorldCamp ехать там в себя что-нибудь там такие же человеки только их больше только бухают а как ну да спасибо прям да да ну так что вот да спасибо так сейчас полную минуту 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 сколько времени проехать а? не спрашиваю не-не 24 сразу добавить не встали у меня доклад полегче в плане так да не встали не встали не встали а не встали не встали давай не встали